И опять приветствую вас, дорогие мои зрители! Моё путешествие заканчивается, но, как и обещала в последнем фильме, я расскажу вам о городке Кальви, остров Корсика, изумительный остров. И побывать на нём, конечно, стоит. Я была две недели в гостях у сыновей и жила в городке Кальви, который расположен в очень красивой живописной бухте и имеет красивую цитадель. Цитадель – это крепость, в которой скрывались жители во время нападения на эту территорию иноземных захватчиков. Перед вами берег моря, по которому очень приятно гулять. И с внучками мы часто гуляли по этому морю, поэтому больше всего, конечно, записей у меня будет о морском побережье. Вы видели, с одной стороны цитадель, а с другой стороны бухты подходит горная цепь. Очень красиво мы въезжаем в городок Кальви. Вы видите, всё зелено, очень много эвкалиптов, сосны пинии с круглыми кронами, такими зонтичными. И вот это начинаются отели. Отелей очень много на побережье. Самое хорошее время – это до поднятия цен. Пик цен происходит в августе. Это центр города. Городок совсем небольшой по площади, но в нём есть и огромный цветочный магазин. Можете посмотреть. В нём прекрасная пристань, на которой очень много катеров, яхт. А вот здесь я специально сделала акцент. Посмотрите. Я снимала 5 декабря, и температура была 20 градусов по Цельсию. Именно в этот день я видела много купающихся в Средиземном море. Ну, а растительность, конечно, здесь шикарная. Вы видели олеандры. Они растут повсюду. И как изгородь, и как красивые кусты. Но олеандры уже отцвели. О растительности кольви и Средиземноморского побережья северной части Корсики вы можете посмотреть вот этот фильм. Всё утопает в зелени. Всё очень красиво. Что-то цвело раньше, что-то цветёт и даёт семена именно теперь. Про вот этот кустарник я, конечно, остановлюсь в другом фильме и расскажу немножко больше. Каждое утро можно встретить отдыхающих, которые прогуливаются с собаками, с друзьями. И обязательно услышишь приятное певучее бонжур. Хорошего дня. В хороший и ясный день вы видите парусники и там вдалеке цитадель. Цитадель, как видите внизу, утопает в зелени. Это не что иное, как кактусы опунции. Про это у меня тоже будет небольшой сюжет. Но полюбоваться морем, ласковым морем. Оно не всегда бывает такое ласковое. Оно бывает и грозным. Но вот именно в этот день было очень приятно. И, конечно, я даю вам возможность полюбоваться, посмотреть, отдохнуть при взгляде на это приятное, красивое, лазурное средиземное море. А это пристань. Природный материал валунчики даже представлен на многих пляжах. Очень удивилась я. Есть и мелкая галька, есть песчаные пляжи, а есть с большими валунчиками. Ну а здесь я решила снять стража. Пляжа это серая ворона. Их здесь очень-очень много. Пристань довольно уютная, приятная. Тоже можно прогуляться. И видите, вдалеке виден сам городок. Городок мне очень понравился. Он компактный. Невысокие дома. Три этажа. И опять, смотрите, цитадель. В цитадели тоже живут в настоящее время люди. Можно снять квартиру на время летнего сезона. Но сразу же сделаю предупреждение. самые высокие цены на жилье в августе. Ну а это такой небольшой своеобразный водопад. Я приглушила звук, чтобы вы слышали. Горная речка, стекающая с гор по территории городка Кальви, взята в трубу. И вот здесь она выходит к берегу моря. Все очень цивильно, все красиво. И вот именно, посмотрите, показала камушки. Они окатанные. Я, конечно, подобрала очень много красивых камней. Но, к сожалению, ручная кладь не позволяла мне привезти много. И я покажу вам, что я привезла в другом фильме. Дары моря, которые смогла привезти. Очень приятно гулять по берегу, слушать, как перекатывается вода по этим камушкам. И почти каждый день с ночками мы бывали на этом красивом, приятном пляже. Вы видите, вверху слева это водоросли. Их накапливается здесь огромное количество за зиму. А летом, в начале сезона, все это побережье убирается трактором. И пляж песчаный, красивый. С правой стороны, видите, деревья. Там находится кемпинг. Я бы с удовольствием пожила там, но он считается очень непрестижным, дешевым. Ну и, конечно, показать, что я здесь все-таки была, решила вам вот несколько таких кадров. Это уже вечер, уже прохладно. Если днем было плюс двадцать, то к вечеру становится прохладно, и ночью может быть плюс два, плюс три градуса. Решила заснять городок. Как происходит постепенное затухание дневного света. Появляются фонари на пристани, и цитадель уже не так видна. Вот этот островок, он посещаем воронами и чайками. И все время слышен гомот, но к вечеру и он затухает. Городок постепенно, постепенно уходит ко сну. Здесь уже более поздняя съемка, не такая качественная, как хотелось бы. И на самом деле видны были дорожки от этих фонарей, которые расположены на пристани. Но вот не получилось. И, конечно, очень захотелось показать вам небо. Небо в северной части Корсики вообще необычное, интересное, красивое. Вы видите, какие разводы розовые. И я удивилась, что я не одна снимаю это. Много гуляющих, которые тоже решили заснять на память себе вот эти кадры. И посмотрите, поезд пригородный. Здесь узкоколейка. Этот поезд проходит по побережью. И можно взять себе билет и прокатиться в одну и в другую сторону. и посмотреть красивое побережье северной части Корсики. Ну, а день подходит к концу. Мне пора тоже уходить домой. И вот они, прощальные кадры дня 5 декабря 2018 года. А утром вас опять встретит приятный пляж с чистой водой. Меня очень удивило, что вода чистая. Нет гниющих водорослей, нет запаха неприятного. И, что очень важно, очень чистое побережье. Невидено людей, которые убирают, но чистота во всем городке замечательная. Любите путешествовать? Советую, посетите Корсику. Подписывайтесь на канал.